Привет, друзья! На связи я, Эд Скрайбер, и сегодня у нас просто эпичная битва двух самых популярных смартфонов бюджетного сегмента, или одних из самых популярных, это Xiaomi Mi A2 и Asus Zenfone Max Pro M1. Сегодня мы столкнем их лоб в лоб, сравним все основные параметры. Это два очень похожих телефона по цене, а также они работают на схожих операционных системах, по сути, на Mi A2. А2 это голый Android, а в случае Asus Zenfone Max Pro M1 это немного модернизированный Android. Итак, хорошие болтовни, давайте приступать. Первое, что мы сравним, это время работы телефона или его живучесть. Телефоны я только что отсоединил от питания, в каждом телефоне установлена одна сим-карта и включен Wi-Fi. Как вы видите, они заряжены на 100%, и я установил таймер на 30 минут. По стечению этого времени мы посмотрим, что получилось. Яркость экрана выкручена на полную, и вначале мы посмотрим YouTube. Далее мы включим тест на троттлинг, он очень хорошо сажает батарею, а нам это как раз нужно. Итак, время истекло. И что мы видим? Xiaomi Mi A2 сел на 13%, а Asus Zenfone на 7%. Разница, конечно же, ощутимая. И вы знаете, что у Asus Zenfone стоит батареечка на 5000 мАч, а у Xiaomi всего лишь на 3010 мАч. И первый балл достается, несомненно, Asus. Второе. Сравним процессоры. У Mi A2 660-й снаб, построенный по 14-нанометровому техпроцессу, видеоускоритель Adreno 512, у Asus 636-й снаб и видеоускоритель 512-й Adreno. У Mi A2 процессор мощнее. И давайте включим тест в Antutu, и посмотрим, сколько каждый из этих телефонов набирает баллов. Отметим, что до этого был тест на тротлинг, поэтому процессоры немножечко поднагрелись, и результат будет немного меньше, чем в обычных условиях. Mi A2 набрал 126603 балла, а Asus 114604 балла. Тут победа достается Mi A2, но справедливости ради отметим, что у Mi A2 4 гигабайта оперативной памяти, а у Asus всего лишь 3. И если учесть этот факт, то разница совсем небольшая. Но в целом, конечно же, побеждает здесь Mi A2. Третий. Это экран. Два этих экрана почти что идентичные. Это IPS-матрица с диагональю 599 дюймов, и я бы сказал, что здесь почти одинаковое олеофобное покрытие. Максимальная яркость тоже идентична, и, так скажем, максимально тусклый экран, или же минимальная яркость у этих аппаратов почти что одинаково. Углы обзора тоже идентичны. Я бы сказал, что это два брата-близнеца. Экраны очень похожи, может быть, даже это один и тот же экран. И разницы я здесь почти что никакой не заметил, поэтому за хорошие экраны каждому телефону по баллу. Четвертое. Это звук. Тут вам придется полностью положиться на мой слух и довериться моему пониманию этого вопроса. Сравнивая лоб в лоб два этих телефона, явно видно, что Mi A2 звучит гораздо сочнее. Даже есть намек на басы, совсем, конечно же, небольшой. У Asus'а звук не такой насыщенный, не такой четкий. И если выкручивать его на полную громкость, то иногда он срывается даже на хрипы. Если говорить просто, то Mi A2 гораздо лучше звучит и получает заслуженный балл. Давайте послушаем пару треков на этих телефонах и явно видно, что Mi A2 здесь побеждает. Пятое. Это скорость работы отпечатков пальцев. И на одном и на другом отпечаток пальцев работает почти что одинаково. Нет никакой разницы. По скорости, может быть, Asus Zenfone Max Pro M1 немножечко проигрывает, но в целом эта разница небольшая, поэтому здесь каждому телефону достается тоже по баллу. Шестое. Это дизайн. Это, конечно, очень субъективное мнение, потому что у каждого свои вкусы и интересы, но в целом я выскажу вам свое мнение. Если говорить о передней части, то это почти что идентичные телефоны, разницы не ощущается. Если их положите рядом, вы просто не поймете, кто из них кто. Одинаковые экраны, одинаковые рамки по бокам экрана. Сзади они тоже не сильно отличаются. Mi A2 отметим, что он немножечко тоньше, чем Asus по корпусу. Но все это придирки и мелочи. В целом по дизайну тоже у нас ничья. Седьмое. Это модули связи. С 4G у обоих телефонов проблем нет, все в порядке. Bluetooth, Wi-Fi плюс-минус все одинаковое. Но вот у Asus есть ощутимый плюс в виде чипа NFC. Многие телефон приобретают ради этого чипа NFC, потому что если он есть, а многие склоняются на сторону того или иного телефона, понятно, что здесь балл достается Asus Zenfone, потому что здесь есть этот самый многими любимый чип. Восьмое. Порты. У Xiaomi Mi A2 порт USB-TFC, у Asus более старый порт microUSB. Зарядки у них идентичные, 5 Вольт 2 Ампера. И за более современный порт балл достается Mi A2. Все-таки USB-TFC гораздо удобнее. Его очень удобно подключать к телефону, нет никаких заморочек, он включается с двух сторон. На самом деле это современный, хороший и очень удобный способ подключения телефона к зарядке. Девятый пункт мы обозначим как общий такой пункт, это оперативная память и основная память, ну и некоторые преимущества того или иного телефона. А в случае Mi A2 это 432, в случае Asus это 332. У обоих телефонов оперативная память типа LPDDR4X. А вот по сим-лоткам значительный плюс у Asus, потому что можно расширить основную память до 256 ГБ, а у Mi A2 память расширить нет никакой возможности. Ну и тем более у Asus тройной сим-лоток, и это конечно же огонь за свои деньги и за эту возможность, поэтому балл достается конечно же Asus. Десятое это камеры. Вначале возьмем основные камеры. Итак, мы берем тестер для линз, и первая фотография сделана на Mi A2. В этом уголочке вы видите на какой телефон сделано то или иное фото. Итак, мы увеличиваем, и видим, что вот такая, такого рода детализация. В принципе справляется неплохо, это при обычном таком освещении. Давайте посмотрим следующую фотографию и Asus Zenfone. Увеличиваем, и что мы видим? Разница не такая уж и большая. На самом деле Asus Zenfone снимает чуть-чуть похуже. Видно, что детализации где-то не хватает, но в целом это не очень большая разница. Asus пока что не сливает. Далее, следующая фотография сделана уже при хорошем освещении. Есть небольшая разница, то есть чуть-чуть стал снимочек получше на Mi A2. Давайте посмотрим на Asus. На Asus, по сути, та же самая ситуация, то есть он немножечко проигрывает, но совсем-совсем чуть-чуть. Эта разница почти что не видна. И эти фотографии сделаны со штатива. Следующая фотография сделана гораздо ближе. Тот же самый тестер для линз. И фотография сделана с рук. Что мы видим? В принципе, качество гораздо лучше стало. Видно даже пятый ряд. И давайте обратим на Asus внимание. Посмотрите, здесь по сути все то же самое. Чуть-чуть он немножечко где-то добавляется шумы или еще что-то. Но в целом Asus не уступает. И это, друзья, просто как-то феноменально. Я даже не понимаю, как это происходит. Смотрите на следующую фотографию. Это сделано на Mi A2. Обратите внимание на цветокоррекцию. В принципе, на унылые какие-то такие серые оттенки унылые. И обратите внимание, фотография сделана на Asus. Но просто колоссальная разница, друзья. Смотрите, цветокоррекция. Какие плотные хорошие цвета. Плотный черный цвет. Вообще детализация. В целом картиночка гораздо круче. Смотрите, обратите внимание. Ну, просто разница колоссальная, друзья. Я, честно говоря, в шоке. В шоке от Asus. Я думаю, что он никак не сливает Mi A2. Далее. Фотография сделана вообще без света. То есть работает только монитор. И здесь Mi A2 выигрывает, да. У него все-таки больше светосилы. И видно, что что-то вообще, в принципе, можно рассмотреть. Стул там и так далее, да. Обратите внимание, фотография сделана на Asus. В принципе, ничего не видно. И светосилы здесь проигрывают. Но нужны ли вам такие фотографии в ночное время? Конечно же, наверное, нет. И сейчас мы посмотрим видео на основную камеру. Друзья, сейчас пишем на основную камеру Mi A2. Пишем мы в 4K. И вы сможете оценить качество вообще видео. И звук мы тоже пишем непосредственно на камеру. Итак, вот такое качество на Mi A2. И, друзья, еще один момент. На Mi A2 мы проверяем стабилизацию. И немножечко я шатаю камерой. Буквально чуть-чуть. Оценивайте, пожалуйста, стабилизацию. И сравнивайте с Asus. Друзья, сейчас пишем видео на основную камеру Asus Zenfone Max Pro M1. В 4K видео. При хорошем комнатном освещении. И звук мы записываем тоже непосредственно на камеру. Чтобы вы могли, в принципе, сравнить. Сейчас пишем на Asus Zenfone Max Pro M1. В Full HD качестве. И проверяем стабилизацию. Немножечко я дергаю камеру. И вот такое чувство, что стабилизации здесь совсем нет. Итак, какой вердикт по основным камерам? Мне понравились, в принципе, две основные камеры. Они очень хорошо снимают. Но я бы не сказал, что Asus сливает Xiaomi Mi A2. И даже в некоторых отношениях выигрывает. Хотя по всем параметрам он, по сути, должен проигрывать. Здесь все-таки оболочка Asus срабатывает. И, наверное, у Xiaomi рандом по линзам и рандом по камерам. Я не знаю, каким образом они сливают. Я делал сравнение всегда в одинаковых условиях. Итак, каждому здесь телефону достается по баллу. Одиннадцатое. Это фронтальные камеры. Друзья, дальше селфи-камера. На Mi A2 сделан вот такой замечательный снимок. Все снимки делаются в идентичных условиях. Видно, что все обрезано отлично. Вот такого рода детализация. Но обратите внимание, что делает Asus Zenfone Max Pro M1. Какая великолепная детализация. При одинаковых условиях Asus просто рвет по фронталочке. Вообще, друзья, это шок. Далее делаем фотографию при среднем комнатном освещении. Обратите внимание, Xiaomi здесь немножечко лучше. И Asus, давайте посмотрим, он здесь сливает. Но в целом я отмечу, друзья, что все-таки Asus очень хорошо снимает при хорошем освещении. Мне эти фотографии понравились гораздо больше. Давайте сейчас посмотрим примеры видео на фронтальную камеру. Итак, пишет фронталочка на Mi A2. Тоже вы можете сравнить приблизительно, каким образом записывается видео. Звук мы тоже пишем непосредственно на сам телефон. И сравниваем мы с Asus Zenfone Max Pro M1. Друзья, таким образом пишет фронталочка Asus Zenfone Max Pro M1. Качество видео. И также звук мы непосредственно пишем на телефон. И сравните его, пожалуйста, с Mi A2. В чем разница, что вам предпочтительнее. Я, конечно же, выскажу свое мнение. Итак, здесь бас сам небольшим перевесом достается Asus. Ну и двенадцатая, друзья, это ценник. Можно сказать, что это почти один из самых основных параметров. Потому что сколько у вас денег, столько вы готовы выложить за тот или иной телефон. Цены каждый день меняются, поэтому не сильно обращайте на это внимание. Актуальные цены есть, в принципе, в описании под этим видео. Вы можете посмотреть по ссылочкам. На данный момент Xiaomi Mi A2 примерно стоит 14500 рублей или около 240 долларов. Asus примерно 15000 рублей или около 250 долларов. Плюс-минус цены всегда, говорю, друзья, меняются. Ценник у одного и второго телефона достойный. Поэтому здесь каждому телефону достается по баллу. Итак, друзья, вывод. Если подсчитать все баллы, то Xiaomi набрал 7 баллов, а Asus 8 баллов. Конечно, каждый балл не может быть абсолютно объективным, но это в целом вообще ситуация правильно сложилась. Да, и если взять все плюшки Asus, все его фишки и преимущества, то Asus, по моему личному мнению, заслужил эту победу. А что ты думаешь по поводу этих двух телефонов, какой бы ты оставил себе, какой бы ты себе купил, обязательно пиши в комментариях. И вот здесь вот плашечка вылезет сверху. Нажми, какой телефон тебе больше нравится. Да, мое мнение, что Asus выиграл действительно достойно. И сейчас, друзья, это оптимальное решение на рынке. Вот, в принципе, в этом телефоне есть все, что нужно современному человеку. Все ссылочки на проверенных продавцов, которые не кидают, есть в описании и в комментариях. Итак, друг, если ты хочешь, чтобы телефоны были дешевыми и достойными, с хорошими параметрами, обязательно жми лайк. Подписывайся на этот канал, пиши любой комментарий и будет тебе счастье. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Если тебе не жалко, сделай репост этого видео. Всем пока, всем хорошего настроения. С вами был я, Эд Скрабер.